Середина 19 века. В США только закончилась гражданская война. В России отменили крепостное право. На берегах рек появляются странные предметы, и они очень сильно выделяются из окружающего пейзажа. Человек из 20 века не увидит в этом предмете ничего странного. Просто побитая временем миниатюрная подводная лодка. Но если прочитать объяснение историков, то это никакая не подводная лодка. Это минный катер «Южан». В начале 1863 года группа бизнесменов из Чарльстона основала Южную торпедную компанию, которая приступила к проектированию и постройке на частные средства минного катера. За свои миниатюрные размеры кораблик получил название «Давид». Катер строился в Стоне-Ладинг, в 30 милях выше Чарльстона по Купер-реке. Готовый катер передали в дар военным морякам. Главным отличием «Давида» от обычных катеров являлся корпус, более присущий корпусу подводной лодки. В воде кораблик сидел так низко, что выше поверхности оставалась лишь малая часть корпуса. То есть фактически «Давид» являлся субмариной. Неудивительно, что конструкторы снабдили свое изделие балластными цистернами для воды. При заполнении цистерн на поверхности вообще оставалась только рубка и дымовая труба. «Давид» имел длину около 14 метров и приводился в движение паровой машиной. Экипаж составлял 4 человека. Катер вооружили шестовой миной конструкции «Ли», которая подвешивалась в носовой части корпуса. Теперь давайте разберемся, что такое шестовая мина и почему ее применяли в середине XIX века. 13 марта 1863 года армейский инженер Фрэнсис Ли вооружил шестовой миной ненужный деревянный катер, превратив его таким образом в миноносец. Шестовая мина представляла собой заряд взрывчатки, приделанный к длинному шесту. Адская машина приводилась в действие от удара о борт корабля. Шест крепился в носовой части корабля. Лейтенант Ли продемонстрировал возможности первого миноносца, потопив с помощью шестовой мины в гавани Чарльстона старый блокшип. Катерок Ли получил прозвище «Каноэ». «Каноэ» было использовано для атаки винтового шлюпа северян «Полухэттен». Атака вполне могла уменьшаться успехом, но в самый последний момент у лейтенанта Ли сдали нервы. «Каноэ» отвернуло от цели. Тем не менее, атака продемонстрировала саму возможность вывода из строя корабля приличных размеров с помощью очень маленького катера. Было принято решение переделать по образцу миноносца Ли еще несколько катеров и набрать на них экипажи охотников, обладающих несвойственными Фрэнсису Ли качествами – решительностью, отвагой, храбростью, хладнокровием и героизмом. Такие люди, как выяснилось, в южных штатах оказались в дефиците. Выявились также проблемы технического характера. Слабосильные движки не обеспечивали малым катерам достаточной управляемости, даже в спокойных прибрежных водах. Прочность корпуса также не обеспечивала сохранность катера при подрыве заряда. После этого и появились миноносцы типа «Торч». Его построили из корпуса канонерской лодки типа «Маури» длиной 30 метров. Корпус был обрезан по ватерлинию, сверху нарастили новый каземат из дерева, аналогичный броненосцам. Официально корабль стали называть «Таранным броненосцем», но из-за дефицита железа он так и не был обшит броней. 2 августа 1863 года «Торч» вышел в минную атаку против военного корабля «Нью Айронсайт». Однако паровая машина «Торча» отказала в самый критический момент, из-за чего атаку пришлось прервать. Повторный миноносец в боевой обстановке никогда не использовался. Сложно сказать, чем руководствовалось военное ведомство «Южан», когда после совершенно провальных попыток использования чудо-оружия, шестовой мины, они вместо того, чтобы сделать выводы о неэффективности данного вида вооружения, одобряют новые проекты кораблей, вооруженных чудо-оружием. Это миноносцы «Давид». 5 октября 1863 года миноносец «Давид» атаковал броненосец «Северян». Катер скрытно подошел к броненосцу на 100 метров, прежде чем его обнаружили. Вахтенный броненосца потерял несколько секунд, выясняя принадлежность катера. После этого «Давид» ткнул свою шестовую мину в борт броненосца. Взрыв причинил кораблю не очень серьезные повреждения. Поднявшийся столб воды обрушился на миноносец «Давид», залив котел паровой машины. Лишенный хода катер беспомощно закачался на волнах. «Давид» еле добрался до своей базы под прикрытием ночной мглы. Броненосец «Северян» практически не пострадал. Командование «Южан» после суперуспешной атаки «Давида» на броненосец, в которой больше всего пострадал минный катер, строит еще несколько миноносцев типа «Давид». Ни один из этих миноносцев, оснащенных шестовой миной, не смог потопить ни одного корабля «Северян». История первых погружных миноносцев типа «Давид» является очень ярким примером того, как люди пытаются приспособить случайно доставшуюся им технику. Из фотографии гравюр 1860-х годов видно, что «Южанам» достались субмарины другой цивилизации. «Южане» обнаружили несколько сигарообразных корпусов с неисправными силовыми установками. Переделали их под паровые двигатели, из-за чего возникла проблема затапливания этих судов при небольшой качке. При установке паровых машин, похоже, была нарушена герметичность верхней части корпуса. В итоге получилось неуклюжее судно, которое боялось даже небольших волн. Вооружили эти корабли почти как древних рыцарей, длинным копьем с привязанной на конце миной. После проверки данных судов в реальном бою и убедившись в их нулевой эффективности, «Южане», если верить историкам, запускают эти суда в серийное производство. Вот только хочется спросить, зачем они тратили на эти суда деньги и время. Мне кажется, есть только один ответ. Эти сигарообразные корабли им достались даром, и их пытались использовать в духе технологий, которыми они обладали. Они просто выкинули из подлодок высокотехнологичные двигатели, которые не смогли оживить, и поставили вместо них паровые машины, нарушив при этом герметичность. Похоже, что подводные лодки, которые им достались, вообще не имели вооружения. И так как большая часть корпуса находилась в воде, и пороховые пушки на них не поставишь, оснастили их примитивными шестовыми минами. Следующая интересная история попытки использования чужих технологий произошла 17 февраля 1864 года. Подводная лодка «Ханли» южных штатов Америки выполнила свое первое и последнее боевое задание, потопив винтовой шлюп «Хаустоник». Вскоре после потопления шлюпа пропала и сама подводка. Найти ее не удавалось 130 лет. Американские предприниматели Лоусон Ханли и Бакстер Хадсон вместе с конструктором-энтузиастом разработали свою подводную лодку. Первый ее прототип «Пионер» был построен в Новом Орлеане в конце 1861 года и прошел испытание на реке Миссисипи. В 1862 году войска северян подошли вплотную к Новому Орлеану, поэтому изобретателям пришлось затопить подводку и бежать. В том же году в Алабаме они построили второй прототип корабля, получивший название «Американ Дайвер». В течение года изобретатели экспериментировали с паровыми и электрическими силовыми установками для своей лодки. Но в итоге выбрали самое простое решение – ручной привод коленчатым валом с грибным винтом. Испытания корабля состоялись в январе 1863 года в реке Мобил и были признаны провальными. Подводная лодка получилась довольно медлительной. В конце января «Американ Дайвер» затонул во время шторма. В середине 1863 года Ханли с друзьями построили третью подводку, получившую название «Ханли». Она имела сигарообразный корпус длиной 12 метров. Экипаж корабля состоял из 8 человек, семеро из которых вручную крутили коленчатый вал, приводивший в движение грибной винт. Изначально «Ханли» предполагалось вооружить буксируемой миной. Предполагалось, что подлодка должна подплыть к кораблю противника, поднырнуть под него и всплыть с другой стороны. При этом буксируемая на трассе в полупогруженном состоянии мина столкнулась бы с бортом корабля и взорвалась. Но этот проект реализован не был. В результате разработчики решили, что грибной винт мог намотать трос мины и сам боеприпас мог врезаться в корпус подлодки. В результате опять воспользовались чудо-оружием – шестовой миной. Она представляла собой медный цилиндр, заполненный 40 килограммами черного пороха и имевший электрический взрыватель. Мина крепилась в носовой части лодки на деревянном шесте длиной почти 7 метров. Подлодка могла погружаться на глубину до 3 метров и, подплыв к кораблю, врезаться в его борт миной на шесте. По-моему, шестовая мина – это просто венец вооружения. Это просто гениально – подорвать на расстоянии 7 метров от себя 40 килограмм пороха. Ладно, оставим в стороне гениальность разработчиков, вернемся к испытаниям. В августе 1863 года подлодку передали флоту «Южан». И уже 12 августа, во время тренировочного похода, подводная лодка затонула. Погибло 5 человек. После этого корабль подняли, отремонтировали и вернули на флот. 15 октября того же года лодка затонула снова. На этот раз погиб весь экипаж из 8 человек, включая и самого изобретателя Хороса Ханли. Корабули в этот раз подняли, отремонтировали и продолжили эксплуатировать. 17 февраля 1864 года конфедераты отправили чудо-субмарину на ее первое боевое задание. Подлодка атаковал винтовой шлюп «Хаустоник». Ханли сумела незаметно подойти к шлюпу и врезаться в него миной. «Хаустоник» затонул в течение 5 минут. Это была первая в истории успешная атака подводной лодки на надводный корабль. Согласно свидетельству одного из офицеров, подводная лодка после атаки всплыла, подала сигнал о возвращении на базу и снова погрузилась. Однако на базу подводная лодка так и не вернулась. Долгое время корабль никто не мог найти. Подлодку обнаружили только в 1995 году в 300 метрах от останков «Хаустоника». Она лежала на глубине 8 метров, покрытая толстым слоем ила. В 2000 году подлодку подняли на поверхность. В настоящее время она хранится в Южном Чарльстоне, в воде, для предотвращения коррозии и разрушения. К этой истории можно было бы отнестись как к очередному неудачному прожекту инженеров-самоучек. Люди без специальной подготовки попытались создать на коленке подводный корабль, но в итоге идея была не очень жизнеспособной. Но смущает очень продуманный внешний вид корпуса лодки «Ханли». Хотя историки говорят, что он был сделан из паровозной топки. Но если сравнить его с корпусом японской подводной лодки «Корю», выпущенной в 1943 году, а это время, когда уже в проектировании подводных лодок применяли законы аэродинамики и гидродинамики, то почему-то лодка 1863 года и 1943 года очень похожа обводами корпуса. Получается, что самоучки с 1863 года почти полностью предсказали внешний вид малых субмарин середины 20 века. Я думаю, что подводная лодка «Ханли» – это еще один пример сохранившейся технологии других цивилизаций. Инженеры 19 века просто приделали к ней педальный привод грибного винта. И в итоге, так и не разобравшись, в конструкции бездарно угробили аппарат в третий раз. Следующий пример сохранившихся чужих подводных аппаратов – это история подводной лодки «Плунжер». Самая большая подводная лодка 19 века. Первая в мире субмарина с механическим приводом винта. И, как обычно, это чудо техники было вооружено миной, установленной на 10-метровом шесте. «Плунжер» была спущена на воду 16 апреля 1863 года. В отличие от других проектов подводных лодок, выпущенных в этот период, и которые передвигались с помощью мускульной силы человека или с помощью паровых двигателей, но при этом практически не могли двигаться при полном погружении. «Плунжер» использовала двигатель, приводимый в движение с сжатым воздухом. Она могла передвигаться на глубине 10 метров со скоростью 7 км в час. Длина лодки 42 метра, ширина 6. В 1863 году появилась самая большая подводная лодка в мире, которая реально могла передвигаться под водой. Именно эта подводная лодка вдохновила Жюль Верна на написание романа «20 тысяч ле под водой». Это был просто потрясающий проект. И вот, что с ним сделало французское правительство. В 1872 году эту уникальную подводную лодку переделали в обычный надводный танкер для перевозки воды. Проще говоря, ее переделали в самоходную цистерну. Корпус лодки был настолько прочным, что прослужил до 1935 года. Это 72 года на плаву. Мне кажется, это очень хороший результат для железного корабля. Если посмотреть на внешний вид, то этот фантастический дизайн никак не мог быть придуман в 1862 году. Я вам показал три разных проекта подводных лодок середины 19 века. Я думаю, что это лодки чужой цивилизации, которые пытались приспособить к реалиям 19 века. Приделывали к ним педали, паровые двигатели, шестовые мины. Делали из них танкеры для воды. Но так и не смогли реализовать их настоящий потенциал. Короче, гвозди забивали микроскопом. На этом все. Смотрите мой канал.